Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Очень часто при выращивании рассада у нас такая ситуация складывается, что вот сеянец уже большой и вырос, а высаживать его еще рано. Бывает затяжная весна, это может случиться в любой период. И, например, сейчас, ну в конце марта и в апреле, и может случиться в мае, особенно у тех, кто живет в холодных регионах, иногда бывает, что посеем в стандартные сроки, но весна затягивается, и вот эти весенние заморозки не дают высаживать в открытый грунт. Что делать тогда? Ну тогда есть такой прием, как перевалка. Перевалка эта, щадящая, безболезненная. Сделать процедуру перевалки вы можете даже не замарав руки. И вот сейчас все очень-очень подробно я расскажу о перевалке. До этого я уже говорила, чем отличается пикировка от перевалки. То есть пикировка у нас с разрушением земляного кома, с нарушением корневой системы зачастую, когда мы прищипываем корешок. Перевалка же у нас вот такая вот. Весь земляной ком у нас остается в целости. Корневую систему мы не трогаем, вообще не тревожим. И поэтому перевалку растения вообще не замечают. В результате вот из таких маленьких стаканчиков я переваливаю в большие. Можно сказать, можно назвать и пересаживаю, но все-таки ее принято называть перевалкой. Именно что мы просто комочек с одного горшочка в более просторный. Вот смотрите, был у нас горшочек 200 грамм. Теперь у меня он 500. Сейчас я постараюсь, чтобы вам было видно. Я делаю так. Беру стаканчик, накладываю немножко земли. Я кладу 3 чайных ложки, если кому нужно точно. Для того, чтобы не только боковым корешкам дать дополнительный объем грунта, но и... Сейчас я прощу, покажу. Но и вот этим нижним, которые уперлись уже в дно, им тоже будет там сантиметр грунта. И вот при таком раскладе грунта получается, что по одному сантиметру снизу и со всех краев у нас будет дополнительно добавлено земли. И сеянец, которые я сюда посажу, он все вот эти корни, которые уже как бы даже оголенные, там какая-то часть грунта даже уже подъедена растениям. Получается, что все корни и нижние, и боковые получат дополнительно в себе земли. Так, сейчас подождите, мы перетащимся вот сюда к земле, чтобы лучше было накладывание. Грунт готовлю такой же, как при пикировке. То есть я... Ну у меня рецепт один уже много-много лет. Половина полевой земли, половина перегноя, то есть старого-старого переплевшего, который уже тоже как земля, просто земля питательная. И благодаря... Некоторые говорят, что много перегноя, что у меня значительная часть, как половина, что это не очень. Но я уже на протяжении многих лет так делаю, и мне нравится это тем, что я потом не делаю вообще никаких подкормок. Вот никаких. Что сейчас вот эти растения у меня стоят. Вот эти вот. Они выросли совершенно без подкормок. И вот сейчас я дам опять новый грунт. Конечно, здесь они уже все высосали, все вкусненько они съели. Я дам новый свежий грунт, и они опять будут расти без подкормок. Все, вот я ставлю в центр и начинаю присыпать. Но грунт должен быть, вот это самое главное, при перевалке нужно, чтобы он был сыпучий-рассыпчатый, и вот с ним удобнее работать. Но это мое мнение. Я так привыкла, может быть, кто-то по-другому делает. Вот я делаю грунт, он такой, видите как, он увлажненный, но его можно насыпать. И вот эта вот такая структура, консистенция такая рыхлая, дает возможность вот эти вот, еще перетащимся маленько, вот эти вот пустоты, которые вокруг земляного кома, они свободно сами заполняются. Я просто сыплю вот сюда в центр, и потом раз разравниваю, сыплю, и еще разравниваю. И вот тут обратите важный момент, чтобы не было пустоты там внизу, если он не просыпался. Я вот так этой же ложечкой, вот так вот делаю, как бы, ну не то, что утрамбовываю, а помогаю им пройти грунту туда до конца, чтобы корешки были все прикрыты грунтом, чтобы не оставалось у меня пустых корешков. потом еще добавляю, так, и вот добавляю рыхлого до самых-самых краешков. И потом, когда я уже начинаю вот так немножко приминать, получается как раз то самое углубление, которое достаточно для полива. После этого я, конечно, поливаю, потому что я уже говорила, что для лучшего сохранения вот такого земляного кома, перед этим, перед перевалкой я день или два не поливаю. Видите, тогда они получаются, эти, ну, комочки земляные не разваливаются, и вот все в полностью, в целости, сохранности есть возможность переложить. После того, как я, видите, все, я его пересадила, вот он, красавчик. После этого я поливаю, можно полить просто сюда под корень. Я иногда поливаю через, сейчас покажу, ну, как выражение есть, поливаю через поддон, просто вот так в чашку их ставлю, наливаю туда водички, и они постепенно, постепенно, постепенно берут столько воды, сколько им нужно. За счет вот такого полива, здесь не образуется, как корочки, не подсыхает, я просто пальцем потрогаю, все влажненькое, я убираю, следующую партию ставлю. Вот эти красавцы, все перевалка произведена, они политы, сейчас я их выставлю в ящик, в контейнер, и поставлю обратно под стеллаж, ну, на стеллаж под эту, под лампу. Все, вот благодаря вот этой перевалке, сейчас они начнут осваивать новые вот эти земли, немножко затормозится рост надземной части, он будет утолщаться, корневая система будет увеличиваться, и так мы еще протянем 2-3 недели, а там будет высадка, или сразу высадка в теплице, или возможно я сделаю их пересадку если для более раннего урожая, в одно ведерко по 2 штучки, ну, дальше я все потом покажу, вот это именно процесс щадящей перевалки, рассады из маленького стаканчика в тару с большим объемом грунта, которая не сказывается вообще никак, растение не болеет, она вообще не чувствует этой перевалки, но благодаря тому, что мы добавили больше грунта, мы немного этим тормозим рост рассады, потому что сейчас оно начнет наращивать, вот эти корневую систему, молодые корни будут возникать, и таких, для раннего урожая, вот который я сею, делаю таких 2 перевалки, благодаря этому рассада не перерастает, получается крепкая, здоровая, без всяких подкормок, без вмешательств, потому что грунт свежий добавляем, им хватает этого, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это, конечно, в основном для тех, кто только начинает, кто еще не знает, вот эти пикировки, пересадки, перевалки, вы должны запомнить, что если пикировка растения болеет, то это вот очень мягкий такой способ пересадки растения. Субтитры создавал DimaTorzok